Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о таком чудодейственном средстве, которое называется цион, ионитный субстрат. Является ли цион прям космическими технологиями в растениеводстве, и есть ли в нем что-то магическое и фантастическое, или все это лишь происки маркетологов. Циолитные субстраты довольно давно известны как улучшители почвы. Все, что говорят о циолитах в качестве улучшителей состояния почвы, в основном является правдой. К достоинству циолитов стоит отнести возможность, их возможность усваивать излишки питательных веществ, минеральных питательных веществ, которые вызывают плохой рост корневой системы у растений. Ну, попалили много, засолили почву удобрениями, перекормили почву и растения. Вот они забирают на себя из почвы излишки калия, аммония, других элементов питания растений, и начинают их возвращать по мере того, как растения истощают запасы этих питательных веществ в самой почве. Таким образом, обыкновенные удобрения мы превращаем при добавлении ионитных этих субстратов, циолитов, в пролонгированного действия. Это на самом деле очень хорошая штука. Где же мы можем найти циолиты, откуда же их взять? Вот в одном из выпусков примерно годовой давности я уже рассказывал о том, что купить кошачий наполнитель на основе циолитов примерно в 150 раз дешевле, чем купить вот такой вот пакетик. Это действительно так. Есть ли разница между циолитами, которые насыпаны вот в этот пакетик, и циолитами кошачьего туалета? Ну, если смотреть на состав, то, в общем-то, разницы никакой нет, поскольку здесь не указаны в составе какие-либо минеральные удобрения, здесь указаны только природные циолиты, и в кошачьем наполнителе тоже есть только природные циолиты. Это означает, что все, что нужно в циолит забрать, он заберет из почвы. Это означает, что если вы при подготовке субстрата для рассады, почвы для рассады, добавите туда циолит, то ваша почва на старте выращивания рассады будет в некоторой степени обеднена элементами питания, потому что циолиты как губка высосут из почвенного раствора питания и заберут к себе до тех пор, пока не выровняют концентрацию там и там, да, вот в циолитах и снаружи. А потом, по мере того, как растения начнут расти, они начнут эти питательные вещества отдавать. И это, в общем-то, хорошо, потому что на старте выращивания рассады, несколько голодненький такой грунт голодный, он является благоприятным для более активного роста корневой системы. Но в чем разница все-таки между циолитами вот из такой упаковочки и кошачьими? Дело в том, что вот этот субстрат примерно на 70% состоит из циолитов, а кошачий наполнитель состоит примерно на 20-30% из циолита. Что же там есть еще в кошачьем наполнителе, кроме самого циолита? Дело в том, что там в качестве минеральной добавки добавлены еще и глины, коалины, глины. Сами по себе глины, этот коалин, белая глина, он обладает также свойством адсорбировать, насыщаться и влагой, и излишками минеральных веществ. То есть в определенной степени также выполняет функции самого циолита. Кроме того, я уже не раз говорил о том, что добавление глин в торфяные субстраты способствует не только удержанию там питательных веществ, ну и стаканчиком им особо деться и некуда, да, это потом еще впоследствии при переносе в землю на постоянное место, там эти глины сыграют еще свою хорошую роль. Но, кроме того, они являются удержателем влаги, удержателем всевозможных микробиков полезных, и очень хорошо структурируют торфяной грунт, и он становится гораздо более благоприятным для роста корней. Ну, между прочим, некоторые из этих достаточно интересных выводов о использовании глин в субстратах торфяных, они используются даже при приготовлении коммерческих субстратов для выращивания растений, которые я очень и очень люблю. То есть это даже вот это прибавление глин находит свое применение в коммерческой практике. Вот лучшие грунты содержат в себе некоторое количество глинистых материалов. Поэтому, когда вы берете кошачий наполнитель и прибавляете в торфяную смесь, то вы здесь не только циолиты туда добавляете, но и убиваете, как говорится, двух, а то и больше зайцев. Ну, конечно, кто-то начинает возражать, у кого-то сейчас там какая-то буря эмоций может возникнуть, что он нам тут втирает, ведь это же какие-то специальные, активированные, специально для растений активированные циолиты. В кошачьем туалете совсем не то. Ну, вот это все активированные, там, заряженные, там, еще что-то такое. Это все из разряда, понимаете, каких-то таких вещей, ну, маркетинговых, да, это нечто, что заставляет вас покупать вот эти вот циолиты. Ну, на самом же деле, я признаю одну единственную активацию циолита, это биологическая активация. Дело в том, что в циолитах очень хорошо приживаются разнообразные полезные микробики, и они становятся прям-таки центром, центром распространения полезных микроорганизмов по вашему субстрату. Кроме того, ну, вот на этом циолите написано, что количество не имеет значения, да, вы не можете переборщить с этим циолитом. Ну, что это за удобрение, да, что это за средство, что это за улучшитель, которого можно добавлять бесконечное количество и выращивать даже в нем самом. Ну, конечно, есть такие вещи, да, цепоника, там сейчас гидропоника специально на циолитах есть и так далее, но мне все-таки больше нравятся такие средства, у которых все-таки есть конечный предел их использования, когда можно действительно переборщить, когда они действительно активированы, когда они содержат много активных веществ, много активного начала. И вот одним из примеров активированного циолита, биологически активированного циолита, являются субстраты профит. Дело в том, что субстраты профит также готовятся на циолитах, но они активированы различными микроорганизмами, триходермой, баверией и метаризиумом, специальными грибами, которые улучшают рост развития растений, защищают их от болезней и от насекомых-вредителей. При всем том, что это тот же самый циолит, но он еще в себе содержит споры, обрывки мицелия, продукты обмена веществ и так далее, все то полезное, что насинтезировали микробики в процессе своей жизни, а также сами живое начало этих микробиков, и они могут там размножаться у вас в почве, оказывая длительное время полезное свое действие, заявленное полезное действие. Это очень здорово. Почему? Вот давайте еще сравним цену, да? Вот цену, сколько стоит вот этот цион и сколько стоит профит. Вот я пошел просто в магазин, в первый попавшийся, и вот смотрите, по факту, по цене получается, что циолит голый, пустой, стоит дороже, чем циолит, активированный полезными микроорганизмами. При одинаковом весе этих пакетиков, при одинаковой массе, профит покупать гораздо выгоднее, чем цион, просто потому, что он еще, кроме того, и дополнительно активирован микроорганизмами. Более того, он содержит достаточно много активных веществ, биологически активных. У него здесь есть конечная, вот предельная доза для его использования. То, чего не скажешь о ционе. Вот для циона при посадке, например, земляники, нужно примерно 2 столовые ложки циона для посадки одного растения земляники. Это написано на упаковке, на инструкции. Что же касается препаратов профит, то здесь нужно четверть чайной ложечки для посадки одного кустика земляники. И сравните 2 столовые ложки и четверть чайной ложки для того, чтобы получить здесь вау-эффект, да, вау-эффект. И перебарщивать здесь ни в коем случае не надо, потому что концентрация биологически активных веществ здесь весьма и весьма значительная. И вот теперь посчитайте экономию. Мало того, что профит стоит дешевле, чем цион, так его расход еще гораздо-гораздо экономней при сохранении всех полезных свойств, плюс еще полезные свойства, обусловленные микробиками. Покупайте разумно, используйте разумно. Не ловитесь вы на маркетинговые ходы, на уговоры, на блогерские байки, да, про вот эти все чудеса какие-то. Конечно, полезные свойства никто не отменял, но выбирайте то, что вам действительно поможет, то, что выгодно и то, что замечательно работает. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.